МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меньше число административных барьеров для строителей. А может, так и надо. Жители гор-рощи боятся угрозы обрушения канализационного колодца. Но коммунальщики принимать меры не спешат. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня Рязань с деловым визитом посетила замминистра строительства и ЖКХ России Наталья Антипина. Цель визита – обсудить работу по снижению числа административных барьеров для рязанских строительных организаций, чтобы упростить процесс получения необходимых для возведения различных объектов документов. В региональном правительстве прошло расширенное совещание, посвященное совершенствованию процедур при получении разрешения на строительство. В нем приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Наталья Антипина, заместитель председателя правительства ШУКА Тахметов, а также региональные министры, представители администрации муниципальных образований, строительных и девелоперских компаний, ресурсоснабжающих организаций и профильных общественных объединений. Участники совещания обсудили, как снизить административные барьеры и упростить процедуру получения разрешительных документов застройщикам на рязанском рынке строительства жилья. Все присутствующие здесь знают о том, что строительная отрасль до последнего времени находилась на подъеме. У нас в 2014 году ввод жилья составил 603 тысяч квадратных метров. Это самая большая цифра за всю историю развития Рязанской области. Этому способствовала возможность предоставленных гражданам приобретать жилье. На территории нашей области существует антикризисная программа, в составе которой и есть очень важные пункты, связанные с предоставлением максимально благотворных ситуаций и позиций стороны правительства области. Попытка для того, чтобы наши строители не испытывали трудностей при получении разрешения на строительство, введении строительства. А преодоление административных барьеров для нас с вами, наверное, самая большая задача. В ходе совещания его участники вносили свои предложения о том, как улучшить взаимодействие строительных организаций с органами власти всех уровней. Минстрой России уделяет особое внимание вопросу снижения барьеров. И мы осуществляем комплексную работу по устранению барьеров, направленную в первую очередь на сокращение количества процедур, сроков прохождения. И в целях снижения административных барьеров мы уже проделали определенный путь. Он пока небольшой, но тем не менее уже результаты есть. И первые результаты – это, конечно, мы провели полную ревизию процедур, прохождение которых требуется для строительства. И результатом стало принятие в 2014 году федерального закона 80 ФЗ, которым было правительство наделено полномочиями по утверждению исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства. И ключевая задача – учите муниципальных служащих. Я понимаю, что законодательство меняется очень часто. Но муниципальные служащие должны быть ориентированы в том законодательстве, которое на сегодняшний день есть. По словам замминистра ЖКХ, одним из основных принципов перехода к инновационному социально ориентированному развитию государства в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности является снижение административного барьера в экономике. Строительная сфера не является исключением в наличии большого количества таковых. И от них необходимо избавляться. Шаукат Ахметов заверил, что эта работа в Рязанской области будет проводиться на всех уровнях власти. Принцип одного окна, по мнению зампреда правительства, позволит упростить систему предоставления разрешительных процедур. И работа по переводу таких услуг в МФЦ уже идет. Кстати, общаются представители власти с бизнесменами, в том числе и посредством посылки писем. Кстати, сегодня пресс-служба Рязанской почтовой службы накануне Дня Российской почты опубликовала сообщение о росте спроса на свои услуги. Однако не все так оптимистично. На качество работы почтовиков жалуются довольно много горожан. И сегодня многочисленные жалобы рязанцев отправили руководству российского ведомства. Сегодня рязанские справедливороссы отправили огромный конверт с жалобами рязанцев в главный офис Почты России. Как отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» в областной думе Сергей Пупков, в партийный центр защиты прав граждан на его адрес, как депутаты, ежедневно идет буквально шквал обращений и писем. Граждане приходят на личный прием, просят посодействовать в организации нормальной работы почты. К сожалению, в последнее время таких обращений стало действительно. Это буквально шквал. То, что идет по Рязанской области, это касается и городских отделений, это касается и особенно сильно отделений в районах нашей области. Всего в адрес руководителя Почты России было направлено более сотни жалоб от жителей Рязанской области. Вот ко мне, как депутату сельского округа, куда входят Спасский район, Кораблинский и Старожиловский районы, обращается население, у которых стали возникать все больше проблем по получению пенсии, по доставке пенсии. Вот в частности, даже люди начали писать на президентскую администрацию. У меня вот есть письмо в администрацию президента. Активисты Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» утверждают, что к ним в офис поступают десятки обращений граждан и на качество обслуживания в почтовых отделениях. Сейчас ведется вопрос об акционировании Почты России. Почта России собирается создать свой банк. Куда идут десятки миллиардов выручки Почты России и гигантские субсидии государства. То есть именно поэтому «Справедливая Россия» будет разбираться углубленно в этой ситуации, чтобы так называемая оптимизация все-таки пошла во благо и были учтены запросы населения на местах, особенно в районах нашей области, и самое главное, также мнение самих работников Почты. Обращения граждан с жалобой на работу Почты России были вложены в большой конверт формата А0. После чего лидер региональных спидлеворосов Сергей Пупков лично заполнил адресные данные, выстоял очередь и отправил послание рязанцев руководителю российской почтовой службы. Проблемы граждан связаны не только с работой Почты. Обычных бытовых трудностей и так хватает. К нам в редакцию обратились жители домов по улице 10-я линия с просьбой помочь разобраться в ситуации с канализационным колодцем. Выяснилось, что проблема не нова. Коммунальщики о провале колодца знают давно, но почему-то ремонтировать его не спешат. Ни для кого не секрет, что в нашем городе огромное количество проблем, связанное с благоустройством улиц. Во многих дворах, даже в центре города, практически нет асфальта, что вызывает определенные трудности и неудобства для жильцов. Вот очередной пример недоработок коммунальных служб. Уже на протяжении долгого времени из-за отсутствия асфальта страдают жители домов по улице 10-я линия. Дорожное покрытие просто-напросто исчезло под влиянием выпадающих осадков. Все 15 лет вот такая проблема. Но, вы знаете, в 12-м, 3 года назад мы собрали со всей улицы документы, со всей подписи, вот документы, отправили главе администрации города Рязани, депутату Рязанской городской думы, председателю комитета по городскому хозяйству. Нам пришел ответ, что на 2013 год не предусмотрено. И все. Вместе с асфальтом дожди медленно, но верно смывают и канализационный люк. Во время съемок на территорию бедствия приехала команда ремонтников из местного ЖЭКа. Казалось, что проблема с люком вот-вот решится впервые за 15 лет. Но, к сожалению, для жителей коммунальщики лишь пожали плечами и сообщили, что данный канализационный люк не обслуживается их организацией. А кто за него отвечает, работники и сами не знают. Надо отметить, что жильцы домов по 10-й линии сами пытались латать ямы. Но сил на все котлованы и промоины в дорогах у них не хватало. С каждым годом ветхости и разрушений на их дороге становится все больше. Вот сами зацементировались с мужем. Вот это вот здесь я вот покажу, которую яму, но больше мы уже не можем сами цементировать. Посмотрите, что творится. Мы уже просто не справимся. И пока коммунальные службы перекладывают ответственность за плохую дорогу и за люки друг на друга, вместо улицы 10-й линии в скором времени может появиться настоящая кальдера. И вот тогда смытый канализационный колодец вместо ЧП пока еще местного значения может стать большой общегородской проблемой. А то, что рязанцы зачастую остаются наедине со своими коммунальными проблемами, подтверждает следующий видеорепортаж из дома на улице Дзержинского. Проблема там несколько другая, но решение этого вопроса также не предвидится. В ноябре прошлого года наша телекомпания освещала проблему жителей дома номер 13 по улице Дзержинского. Крыша дома в последние годы больше напоминает решето. Небольшой дождь и жильцы пятого этажа расставляют по полу тазики. Сергей, как и остальные владельцы квартир, из-за вечных потопов не может позволить себе сделать ремонт. А стены его квартиры между тем начали покрываться черной плесенью. Обращение в ЖЭУ, чего и следовало ожидать, результатов не принесло. А директора учреждения на рабочем месте никогда не бывает. Классика жанра. Каждую осень, когда идет дождь, и каждую весну протекает крыша. То есть, когда протекает крыша, соответственно, у меня протекает потолок. То есть, в двух-трех комнатах. Вот. И уже история с тазиками, когда мы подставляем их, она стала повседневной. Здравствуйте. Мы являемся жильцами дома номер 13 по Дзержинскому. И вот у нас некоторые вопросы к вам. То есть, крыша, она как текла? Текла, она просто сразу пела. А, то есть, именно они... Вам ничего не скажут. Вам нужно докладить, перекладить, и сейчас находится в районе Шлаткова. О-о-о. Спустя 8 месяцев мы решили выяснить, произошли ли хоть какие-то изменения, или крыша дома по-прежнему находится в плачевном состоянии. После выхода вашего репортажа, да, произошло некоторое изменение. Буквально недели через две были развешаны объявления. И нам непосредственно прислали смету, то, что в этом году наша крыша будет находиться в капитальном ремонте. Уже лето, и движений никаких. То есть, на этом, я смотрю, все так и остановилось. Вот, ходили в ЖЭУ, интересовались, когда, что, никто ничего не знает. И вновь знакомые коридоры ЖЭУ номер один. И вновь просим позвать руководство. Программа мероприятия не изменилась. Скажи, начальник ЖЭУ, можно увидеть? Начальник ЖЭУ у нас находится командировка сегодня. Командировка. Кому бы нам обратиться с этим вопросом, чтобы выяснить, когда же начнутся работать? Когда начнут работать. Ну, вообще, капитальный ремонт, это не стезя ЖЭУ, правильно? Мы занимаемся только текущими вопросами. Это все идет через городские власти. Есть фонд капитального ремонта. Там определяется очередность. И, соответственно, производится ремонт. Снова сходили в пустую. Начальник ЖЭУ, как и в прошлый раз, отсутствует на своем рабочем месте. То есть, обычные отговорки. Я не знаю, правда это или нет. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту установлены в соответствии с региональным и краткосрочным планом до 31-го, 12-го, 2015-го года. В принципе, сейчас уже середина лета. То есть, я думаю, крыша за неделю, она не сделается. До 31-го декабря крышу должны отремонтировать. Именно эта дата указана в смете, предоставленной фондом капитального ремонта многоквартирных домов. В объявлении же указано, что вся расчетно-сметная документация на сумму почти 2,5 миллиона рублей направлена в адрес ЖЭУ номер 1 и вновь замкнутый круг. Деньги люди платят, а услуги за них не получают. Все по сценарию. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет заместитель начальника городской администрации Лариса Кархалева. И речь в беседе пойдет о праздниках и выходных, которые устраиваются на улице Почтовой. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова